Добрый день, друзья, добрый день, коллеги. Я сегодня на другой веб-камере, поэтому не очень уверена в качестве своего звука. Изображение специально более низкого качества для того, чтобы я могла вам на хорошей веб-камере показывать возможности настройки прекрасной программы OBS Studio. Честно говоря, это вообще мой фаворит. На прошлом вебинаре, посвященном видеопрезентации, я показывала разные сервисы, программы, приложения, через которые можно делать очень интересные интерактивные презентации или сразу записывать классные видеоролики. Но я специально не показывала OBS Studio, потому что для меня эта программа всегда стояла отдельно и всегда будет чем-то совершенно прекрасным. OBS Studio бесплатное, это открытое программное обеспечение, и у него полностью русскоязычный интерфейс, что сразу для многих выводит его на первые позиции. Да, Марина, вы можете сразу писать вопросы по теме вебинара, и скажу больше, после первой половины вебинара я все время посвящу выполнению ваших заказов. Мы будем придумывать разные лейауты, разные расположения окон на экране демонстрации. Первую половину я расскажу про программу, про ее настройки, про ее интерфейс, а вторую половину я буду выполнять ваши пожелания. А можно ли, чтобы по экрану плавал текст? А можно ли сделать так, чтобы презентация листалась сама собой? Все эти и другие пожелания, пожалуйста, пишите в чат. Итак, как я уже сказала, OBS Studio бесплатное, это открытое программное обеспечение. У нее русскоязычный интерфейс, у нее огромные возможности, и при этом она довольно проста в настройках. И что для меня тоже очень-очень важно, она часто обновляется, постоянно что-то изменяется и улучшается. И сейчас я включу сразу демонстрацию этого экрана, самой программы. И весь вебинар мы проведем, собственно, в ней. Вы будете гостями на моем компьютере, будете видеть, что здесь происходит, на какие кнопки я нажимаю и какие я настройки использую. Пожалуйста, как обычно, поставьте огонек, если вы сейчас видите OBS Studio. Угу. Замечательно. Итак, вот такая вот программа. Как видите, интерфейс довольно простой. Нет огромного количества каких-то ока, каких-то настроек, каких-то ярких элементов. Весь интерфейс исключительно на тексте, для того, чтобы ничего вас не отвлекало от настройки вашей собственной презентации. Почему я использую OBS, а не веду вебинар напрямую с какой-то камеры, не веду какую-то трансляцию напрямую с камерой? Дело в том, что когда вы используете видеосигнал, вы можете подключить к компьютеру любое количество камер. Сейчас у меня, например, к ноутбуку подключено три камеры. Одна встроенная и две дополнительные веб-камеры. Но в программу я могу отправить только один видеосигнал. То есть в данном случае одна конкретная камера у меня подключена к вебинарной комнате. К Zoom, к Microsoft Teams, неважно. Если мне нужно подключить другую камеру, я выключаю красную и включаю камеру зеленую. То есть в одну программу не могут заходить сигналы сразу из нескольких веб-камер. Это правило действует и в обратную сторону. Если у вас одна веб-камера и несколько прогрессов, то вы можете одновременно эту веб-камеру использовать или в Zoom, или в Teams, или в вебинарной комнате, в какой-то другой, но не одновременно одну веб-камеру подключать сразу к двум сервисам или к двум веб-сайтам. Но все меняется, когда к нам с вами приходит OBS Studio. Мы ставим эту программу между сигналом, который идет от камеры к какому-то приложению. Внутри OBS Studio можно смикшировать, смешать сигналы с разных камер, добавить какие-то файлы, добавить какие-то вещи, которые мы не привыкли видеть на экране, добавить эффекты, добавить рамки кадрирования, биньетки. То есть все мы микшируем внутри OBS Studio, и она выдает один чистый сигнал в вашу программу и приложение. Задержка при этом есть, но если у вас хорошая скорость интернета и нормальный компьютер со средними параметрами, то задержка будет очень и очень незаметной. OBS Studio такая довольно лайтовая программа, которая не сильно тратит ресурсы компьютера и при этом довольно быстро обрабатывает сам по себе видеосигнал. Ну, а если компьютер не справляется, как обычно, надо немножко подшаманить с настройками. Давайте посмотрим, что есть в этом прекрасном интерфейсе и где что расположено. Кстати, пока я показываю, вы видите на экране, как я управляю сигналом. То, что вы сейчас видите, я могла бы включить как видеопоток, и вы видели его вместо моего изображения в вебинарной комнате. Но сейчас вы смотрите за тем, как это происходит за кулисами. Так, наверное, начнем со стрелки. Итак, вообще интерфейс OBS Studio полностью и абсолютно настраиваемый. И как в Photoshop переместили окошечки так, как вам удобно, сделали, как вам нравится, и сохранились, закрепили этот вид. Ну, например, вот любое окошко я могу открепить и поместить в любое место, так, как мне удобнее с ним будет работать. Или вернуть в обратное положение. То, что вы сейчас видите, это, в принципе, стандартный интерфейс, так, как он будет у вас выглядеть при первом заходе в программу. Просто небольшие вот такие вот изменения. Я немножко увеличила окна, чтобы вам было лучше видно. Вообще OBS Studio работает по принципу экран. У вас есть экран, это самая большая, сейчас черная область. Самая большая область, на которой вы управляете элементами. Контрольные окна внизу и меню сверху. В контрольных окнах главные три. Это сцены, которые располагаются вот у меня сейчас слева. Работа OBS Studio идет через сцены. Представьте, что вы театральный режиссер, вы актеров выводите на сцену, решаете, что вот в этом акте будут вот такие декорации, вот такое музыкальное сопровождение, вот такие актеры будут на сцене, вот такие слова мы читаем. Во втором акте вы сцену меняете. Сцены – это как раз вот такие вот акты, между ними у нас опускается невидимый занавес, и мы что-то меняем и переставляем. Так, пишут, что нет видео, пожалуйста, подскажите, есть ли видео у других участников. Внутри каждой сцены есть, собственно, сами актеры. Это источники. Они располагаются здесь, на окне. То есть есть актер, который отвечает за фоновую картинку. Есть актер, который отвечает за сигнал с веб-камеры. Есть актер, который отвечает за то, какой звук вы будете слышать. То есть вот она, сцена, и актеры, которые на ней играют. Все вот эти сцены, все ваши настройки сохраняются между заходами в программу. То есть один раз вы что-то настроили, зашли, и в следующий раз все эти настройки будут сохранены. И если у вас даже веб-камера будет отключена, после ее включения она снова встанет в программу на то место, где вы изначально ее настроили. Следующее окно – это микшер аудио. Здесь видны звуковые сигналы, да, может быть, фоновая музыка, может быть, входящий звук. И видно сразу, какой уровень громкости. Если вы следите во время вебинара, например, или во время видеозаписи за этим микшером, вы понимаете, где нужно говорить тише, а где нужно говорить дольше, громче. То есть вот желтая зона – это максимум. В красную зону звук точно не должен заходить. И здесь же, если вы чувствуете, что ваша привычная громкая звука слишком велика, вы можете сразу ее немножко подправить для того, чтобы звучало приятнее. Переходы между сценами я показывать пока не буду. Это немножко уже посложнее. И, наконец, последняя, правая панелька – это панель управления. И вот здесь есть несколько очень-очень интересных моментов. Я показала их сейчас на экране крупнее. OBS Studio умеет работать в трех основных режимах. То есть если до этого, на предыдущем вебинаре, посвященном видеопрезентации, я показывала, как можно записать видео, как можно включить виртуальную камеру в Zoom, то OBS умеет делать сразу три вещи. Она умеет записывать видеоролик. То есть вы настраиваете сцену, запускаете, говорите, переключаете какие-то режимы. Вот все вот эти вот рамки, которые сейчас вы видите на экране, это все, естественно, не записывается. Пишется только чистый сигнал. И вы на выходе получаете готовый, аккуратный видеоролик с переключениями. Без необходимости каких-то монтажных программ, вы можете легко, быстро и просто сделать довольно такой яркий и, возможно, даже слегка анимированный видеоролик. Второй режим – это режим виртуальной камеры. Вот эта строчка третья – запустить виртуальную камеру. Вы нажимаете кнопку, у вас значок OBS Studio загорается красным огоньком, и вы можете теперь в настройках Zoom, Teams, вебинарной камеры выбрать камеру OBS Studio. Все то, что вот здесь лежит на экране, все это будет транслироваться в вашу видеоконференцию. И, наконец, последний режим, вот здесь он стоит первым, потому что именно для него изначально создавалась программа, это режим трансляции. То есть вы делаете полноценную видеотрансляцию в ВКонтакте, в YouTube, в Facebook, в Twitch, в любой сервис, который вам нужен, можете сделать онлайн-трансляцию, сразу провести прямой эфир. Давайте посмотрим немного подробнее. Так, я, к сожалению, не знаю, если нажму сейчас кнопки настройки, будет ли у вас отображаться это окно. Поставьте огонек, пожалуйста, если отображается, если нет, ничего не ставьте. Отображается окно у вас. Ну, прекрасно. Настроений здесь очень и очень много. В интерфейсе все просто, вынесены только основные функции, но в настройках здесь, мне кажется, даже самый взыскательный человек, проводящий трансляции, ведущий прямой эфир, найдет все необходимые для себя настройки. Нас с вами интересуют несколько самых простых и несколько самых основных, которые помогут, в принципе, начать с программы работы. В деле общие – это настройки, которые относятся к самой программе. Запускается ли она, когда вы входите в систему, то есть включаете компьютер. Когда вы нажимаете кнопку записи, будет ли выскакивать дополнительное окошко с просьбой подтвердить начало записи или подтвердить остановку записи. Вот это удобное привязка расположения источников, как в PowerPoint, когда вы перетаскиваете объекты по экрану, будут ли они прилипать друг к другу, к краям или к центру, к середине экрана. У меня они включены все, потому что это удобно. То есть вот такие вот небольшие настройки, которые говорят о том, как будет включаться программа и как будет выглядеть ее интерфейс. Тут же в настройках есть возможность переключить тему на свет для тех, кому привычно видеть светлый интерфейс. Дальше. Следующая вкладка – это вкладка, которая отвечает как раз за трансляции. Вы можете выбрать один из сервисов в настройках ВКонтакте. К сожалению, здесь готового уже нет. Вот кнопка «Показать все». И, как видите, список довольно обширен. Например, на видео можно делать трансляцию. Вы можете включить настраиванный, прописать здесь сервер и ключ потока. Если вы заходите ВКонтакте и планируете там онлайн-трансляцию, вам ВКонтакте сразу даст все необходимые ссылки, все необходимые ключи. Их нужно будет просто скопировать и вставить. И когда вы начнете трансляцию в OBS-студию, она автоматом начнет заливаться в социальную сеть ВКонтакте. И, в принципе, так можно подключить совершенно любой сервис онлайн-трансляции. Дальше. Вывод. Вывод – это то, что говорит, как будет ваше видео записываться. То есть, смотрите, кнопки у нас в управлении. Запустить трансляцию, соответственно, в настройках кнопка трансляции. Если начать запись, то следующий вывод отвечает за запись. Вот в режиме вывода обратите внимание вот на что. У вас вот здесь указан путь сохранения, куда будут идти видео. А вот тут вот указан формат записи. Всего у OBS-студии шесть форматов записи. По умолчанию OBS предпочитает ставить вот этот верхний формат в PLV. У него такое преимущество, что если во время видеозаписи случится какой-то сбой, мигнит электричество, компьютер уйдет в перезагрузку, та трансляция, то видео, которое вы записывали до этого, сохранится. Просто файл оборвется. Если вы выберете какой-то другой формат и произойдет сбой, тогда файл будет поврежден и никакого видео у вас не будет. Но, опять же, обратите внимание, если у вас есть привычка свое видео редактировать после записи, то в PLV формат может оказаться не самым удобным. Очень интересно, как получить URL-ссылку и ключ потока для трансляции на YouTube. Можно вообще сразу вот здесь выбрать вариант именно с YouTube и посмотреть, какие он предлагает сделать. Давайте вот это возьмем. То есть он предлагает, куда подключиться. Можно подключить аккаунт, то есть вы зайдете сразу в аккаунт, и тогда к вашему аккаунту он подключится, и здесь будут кнопки для настройки вашего потока. Либо вам нужно будет запланировать трансляцию на YouTube, то есть заранее ее создать, выставить, например, что он начнется там 4 часа дня, и тогда в настройках этой трансляции вам будут показаны все необходимые данные. То есть тогда их покажет YouTube. Если вы зайдете через аккаунт, тогда вы подключитесь через аккаунт, и вам все данные даст сама AWS студент. Посмотрите, какой вариант вам удобнее. Я подключала AWS студия в основном к ВКонтакте и вводила все вручную. Мне нравится, когда я могу все контролировать, и когда я вручную все ввожу, я понимаю, что все будет работать так, как можно. Так, по ФРВ я объяснила, да, что не все программы редактирования его понимают, но зато он всегда сохраняет все видео, которое вы записали, и оно не потеряется. Дальше идут настройки сигнала. Какой будет звук по качеству, какое будет видео по качеству, да, какое соотношение сторон. А в принципе здесь ничего особо дальше трогать не нужно, и тем более нужно переходить в расширенные настройки. Когда вы первый раз запустите программу, ОБС сам вас спросит, для чего вы планируете его использовать, и в зависимости от ответов на ваши вопросы, в зависимости от мощности вашего компьютера, он подберет оптимальные настройки. То есть в принципе я бы ничего не стала изменять, программа сама прекрасно со всем справляется. Так, и наконец, сверху у нас с вами есть интерфейс. Это более подробное содержание всех пунктов в меню. Можно посмотреть очень-очень-очень много разных пунктов. Буква в скобках обозначает горячую клавишу. Для того, чтобы что-то можно было включать и изменять сразу во время уже включенные прямой трансляции или видеосаписи. Обратите внимание вот на этот пункт меню – коллекции сцен. Сейчас у меня включена коллекция сцен Директ Академии. То есть вот все сцены, которые вы видите слева внизу, все источники, они еще сохраняются в коллекцию. Я могу переключить коллекцию, например, на коллекцию для проведения вебинара. Или коллекцию, через которую я пишу скринкасты, делаю записи экрана. И у меня уже все заранее настроены подгруженные сцены. И с памяти вырваются, все расставится по своим местам. И я смогу не тратить время на дальнейшие настройки. Вот такая вот прекрасная программа OBS Studio. Сейчас я предлагаю уже двигаться дальше и создавать какие-то отдельные сцены. Я сделала несколько вот таких вот заготовок. Сейчас я их удалю, чтобы они были совсем пустые. Три примера, три сцены, которые мы с вами можем каким-то образом создать. И у меня есть список источников. Все то, что можно OBS Studio подкручить. Вот он будет вот такой вот сам по себе довольно серьезный список. И как вы видите, здесь много различных интересных пунктов. Давайте начнем с первой сцены. На первой сцене я покажу, как настроить несколько веб-камер, которые смотрят на вас, как на спикера. Если будут идеи или предложения, пишите, пожалуйста, в чате. Итак, я нажимаю на плюсик. В этом списке расположены все пункты, расположены в алфавитном порядке, что, конечно, не очень удобно. Я бы расположила по использованию, например, расположила бы захват видео и захват аудиопотока, а все, что связано с захватом экрана, картинка не расположила бы отдельно. Но что есть, то есть. И давайте посмотрим. Почти в самом низу списка находится устройство захвата видео. Одна строчка, а вы не ошибетесь. Именно захват видео. Что-то, что ловит видеосигнал. Здесь вы можете источник создать новый, тот, которого у вас еще не было, или подключить тот, который уже существует. То есть, вот как я говорила, у меня три веб-камеры. И они уже все в программе настроены. И я могу добавить один из уже существующих источников. Нельзя добавить одну и ту же камеру несколько раз. Ее тогда нужно выбирать из существующих. Все изменения, все настройки, которые вы делаете с одной камерой, отображаются сразу во всех сценах. Вот я добавляю видеокамеру, которая у меня уже направлена. На объект. Я не ограничена в количестве источников, в количестве подключенных видеокамер, кроме того, сколько у меня в доме есть веб-камер. Поэтому я добавляю еще одну и выбираю еще одну из существующих. Такая камера, которая снимает тот же самый объект, но немножко с другого рапорта, немножко с другой стороны. Это может быть спикер и, например, камера направлена на его стол, на лист бумаги, или на клавиатуру, или на графический планшет, или на что-то, что он делает руками. То есть, вот у нас такое расположение. Источники, вот здесь, вот в списке, могут быстро включаться и выключаться. Например, вы начали вести вебинар вот так вот, и в нужный вам момент подключили себе вторую видеокамеру. Также их можно в списке, вот с этими стрелками, менять местами, для того, чтобы расположить именно так, как вам больше нравится. Для того, чтобы изменить размер или изменить расположение, нужно потянуть за уголок или сразу просто картинку каким-то образом переместить. Синяя рамка подсказывает, какой именно экран вы возьмете, если сейчас кликните мышкой. Красная показывает, какой именно источник сейчас активен. То есть, вот таким образом вы изменяете, перетаскиваете. Соотношение сторон всегда в этом случае будет сохраняться. Итак, вот вы двигаете, меняете ваши объекты местами. Напоминаю, что никакие рамки не будут видны ни во время трансляции, ни во время записи, ни во время вебинара через виртуальную камеру. То есть, вы совершенно спокойно можете использовать. Вот такое движение камеры, это все будет выглядеть на видеозаписи, как будто вы включили какую-то анимацию. Давайте теперь посмотрим на настройки этого видеосигнала. Когда у вас активен какой-то источник, когда он выделен в списке, у вас вот здесь вот сверху появляется сразу под экраном строчка, где написано, что это за источник, его свойства, фильтры и дополнительные настройки, которые к нему можно применить. То есть, опять же, не нужно куда-то заходить, все сразу подсказывается сверху. Кнопка свойства – это настройки и, в первую очередь, настройки вашей камеры. То есть, вот какое устройство подключено, можно здесь сменить подключенную камеру, но у меня уже все в работе. Можно включить настройки самого видео, то есть, вот у нас управление веб-камерой, и, например, изменить какой-то из необходимых параметров. Можно поменять соотношение сторон. Вот, например, у вот этой вот камеры нормальное соотношение сторон 16 на 9, но по умолчанию вот у B-Studio пытается всегда сделать 4 на 3. Поэтому я захожу в настройки, листаю вот сюда ниже. Видите, разрешение. Есть разрешение, которое настроено стандартно, какое оно должно быть, а есть разрешение пользовательского. Вот я его включила и выбираю вариант. Ты знаешь, что моя камера умеет делать вот так. И вот такое разрешение я выбираю. В принципе, здесь есть много других настроек. Если вы разбираетесь в этом, можете с ними попробовать. Если не разбираетесь, то лучше все оставить так, как есть. Как я говорила уже, OBS-Studio прекрасно сама по себе справляется с настройками. Видите, я изменила разрешение, и мое видео стало слишком большим. Оно вылезло за края экрана, что показывает вот эти вот полоски сбоку. Поэтому я его сейчас уменьшаю, перетаскиваю. Если вы случайно убрали видео вот так вот, что спрятали его за край экрана, вы его потом туда не вытащите. Только Ctrl-Z надо нажимать и возвращать обратно. И выставляю его так, как оно, по идее, должно быть. И так я могу настроить, в принципе, каждую свою картинку. Так. Но это тоже не все. И мне кажется, что вот наш уважаемый бегемот в правом верхнем углу не очень хорошо смотрится квадратным. Давайте сделаем его круглым, да, чтобы наше видео было так привычнее, так оно аккуратнее и более свежо смотрится, чем привычные прямоугольные картинки. Для того, чтобы сделать видео круглым, вам нужно в любой программе нарисовать черный круг на прозрачном фоне и сохранить в PNG-формате. Тогда вы идете в раздел «Фильтры». Вот он тоже располагается здесь, сверху. Добавляете новый фильтр. Вам будет нужна маска изображения. Мы скроем все за пределами маски. Вот создаем новый фильтр. И вот здесь вот в строчке указываем место, где лежит наш черный круг на прозрачном фоне. У меня компьютер не отображает прозрачный фон, поэтому вот таким вот образом. А дальше типы смешивания просто переключаете, пока не увидите тот вариант, где изображение находится в круге. То есть вот у меня вот эта вот ситуация. То, что сейчас на предпросмотре края вот такие рваные и неаккуратные, это не значит, что они такими будут на видео. Это просто экономия ресурсов при настройке. Потому что вот, смотрите, я включила. И вот, пожалуйста, как у меня отображается. Хвостик снизу получился из-за того, что круг у меня нарисован по соотношению сторон 16 на 9. То есть для вот этой вот, для большой камеры. А маленькая камера показывает 4 на 3. И поэтому получился вот такой хвостик. И та рисуете круг в том соотношении сторон, в котором работает ваша камера. И вот, пожалуйста, вот такую вот сцену мы получили. Есть ли еще идеи, что можно добавить? Это может быть ваша трансляция в вебинарной комнате. Вы можете записывать так видеоролик. Вы можете вести в таком виде прямую трансляцию. Есть идеи, какие еще можно источники добавить в эту сцену? Я пока покажу, что вот если я возьму другую сцену и добавлю заново видео с камеры, которую я уже обрезала, то видео сразу будет круглым. То есть мне не придется его второй раз перенастраивать. Все фильтры, которые я применила, будут работать во всех сценах. И видео так и останется круглым. Текст. Давайте добавим сюда текст. Хорошо. Так, тогда я уберу медимоту направо. Здесь идут источники. Текст есть строчкой с обозначением GDI. И есть устаревшая форма. Лучше выбирать, конечно, в основном списке. Точно так же могу создать ну или добавить уже существующий, чтобы он отобразился на экране. Вот, пожалуйста, текст, который я могу на экране показать. Я его могу точно так же увеличивать, но стоит подумать о том, какой размер вы возьмете для шрифта сразу. Настройок у него не так много. То есть когда вы кликаете на слово «Свойства», вы попадаете в окно редактирования. Если вот здесь, вот в окне редактирования, в выборе шрифта вы поставите слишком маленький размер, а потом увеличите текст, то у вас он, естественно, расплывется. Поэтому лучше сразу подумать, какой размер будет хороший. 36 или 48 – это оптимат. И затем уже расположить. Помните, что качество уменьшается, и если вы увеличиваете, и если вы уменьшаете. Поэтому лучше сразу держаться в рамках 36-48 игр. А можно выбрать шрифт. Все то, что у вас установлено на компьютере, оно доступно здесь. Можно выбрать цвет для текста, тоже стандартно, из стандартной палитры. И можно добавить немножко декоративности, выбрав, если есть в шрифте, курсивый вариант, или выбрав, например, подчеркивание или зачеркивание. Вот таким вот образом. Весь текст, написанный в одном источнике, это один объект, и вы сможете его перемещать только вместе. Если нужно перемещать текст по отдельности, значит, нужно сделать несколько разных объектов с текстом. Например, вот таким вот образом. Я создаю новый. Пишу текст. И вот у меня он отображается. Теперь я смогу, например, во время записи видео, только сделать вот так. Рассказать что-то, и потом включить оставшийся кусочек текста. Так, хорошо. Давайте посмотрим дальше. Следующее, что они написали в чат, это музыка. Что касается музыки, то вот здесь вот в списке отдельно музыки нет. Есть, все, что касается аудио, представлено вот этими двумя строчками. Это входной аудиопоток и выходной аудиопоток. Входной вы включаете всегда, когда ставите веб-камеру. Иначе у вас с веб-камеры звука не будет. То есть вы ставите захват видео и в пару к нему всегда ставите захват аудио. В качестве источника указываете одну и ту же веб-камеру. То есть вот указываете одну и ту же веб-камеру. Выходной аудиопоток. Аудиопоток. Точно так же то, что ловят определенные устройства. Не сам компьютер, а выключенные к нему, например, наушники. Включенная к нему гарнитура. Микрофон. Это значит, что для того, чтобы записать звук во время видеоролика, вы должны его где-то включить. И это не всегда удобно. Удобнее сделать вот так вот. И в списке выбрать вариант источник медиа. Вы добавляете какой-то медиафайл. Например, звуковой файл или видеофайл. Так, давайте сейчас... У меня звука не было добавлено. Давайте сейчас... Не уверена, что я смогу найти какую-то музыку. У меня на компьютере вряд ли что-то лежит скачанное. Так что нет. Давайте я покажу на примере видео. А с аудио, с музыкой будет точно такой же. Вы выбираете источник медиа и указываете на компьютере, где он находится. Сейчас у меня указан видеоролик. Я могу его нужно ставить на паузу, выключить, запустить заново или перемотать сразу на нужное место. Когда я добавляю новое видео, новое аудио, у меня появляется вот такое окно, где я должна указать, где он находится у меня на компьютере. То есть, где в данном случае лежит определенный видеоролик. Я могу выбрать, будет ли он повторяться по кругу, будет ли он перезапускаться, его показ каждый раз, когда вы его заново включаете. И даже могу вот здесь, вот видите, в окне настроить скорость. Скорить или завести показ видеоролика. Все, остальные настройки мне особо нужны. То есть, вот самое главное. Лучше всего, когда вы добавили вот такой вот видеоролик, время настроить, его сразу поставить на паузу, перемотать на нужное место и потом скрыть. И когда нужно, вы запутите его воспроизведение. Точно так же и с аудиофайлом сразу поставили, настроили им нужное место, а включили его воспроизведение. Так, смотрю дальше вопросы и варианты. Презентация PowerPoint. Да, ожидаемый вопрос. И, к сожалению, здесь есть вот такой вот нуанс. Сейчас я добавлю нашего уважаемого спикера, чтобы он тоже был... на экране. Предположим, вот мы его убрали, как вебинару в правом верхнем углу. И сейчас хотим расположить вот здесь вот презентацию. Ну, в списке источников нет никаких презентаций. И источник медиа – это тоже не презентация. И PowerPoint файл вам тоже просто так сюда не положит. Что же нужно сделать? Вам нужно всю презентацию PowerPoint сохранить как папку с картинкой. Вы выбираете вариант слайд-шоу. Добавляете сюда папку с картинками. Давайте сразу процесс покажу. Появляется вот такое окно. Нужно немножко пролистать вниз. И вот видите, будут файлы изображений. Когда вы нажимаете «плюс», вы можете добавлять в файлы поштучно, либо сразу добавить папку. И если вы средствами PowerPoint сохранили все картинки, сразу папку, это очень и очень просто. Вот у меня папка из презентации. Я добавляю сразу всю папку. Она пишется папкой. И, пожалуйста, вот она у меня отображается на экране. Я могу улистать и управлять показом. Я могу здесь вот в свойствах убрать автоматический показ. И тогда переключая картинки, я смогу только вручную. Иначе они будут автоматически перелистываться через определенные промежутки времени. Так, можно только спикер поднять выше, да? Слайдшоу поставить ниже. И вот таким вот образом вы можете его пролистать и показать. Картинки в формате PNG, картинки в формате JPEG все прекрасно показываются. Переписывается она вот. Стрелки. Как видите, под окном просмотра появляются стрелки. И по одной штуке ее просто пролистываете. Либо вы можете установить горячие клавиши и листать презентацию уже непосредственно горячими клавишами. Вот здесь в настройках заходите в раздел горячие клавиши, ищите перелистывание презентации и ставите те горячие клавиши, которые вам будут. Так. Если не слайдшоу, то мы можем добавить сюда отдельное какое-то изображение, изображение, отдельную картинку. Вот, например, заставку вебинара. Сейчас она в формате JPEG. Нет, PNG. Вот написана полная картинка. Или будет, например, с ручьего стола с прозрачным фоном. И теперь может быть показано поверх другого изображения, то есть прозрачность фона совершенно спокойно в студии поддерживаем. Так. Так, давайте воспроизведение видео с YouTube. Давайте сейчас я выключу. Изображение, слайдшоу. Для того, чтобы показать видео с YouTube, вот вы, наверное, обратили внимание, вот здесь, когда мы включали настройки источник меню, и стояла кнопочка с локальным файлом, обозначавшая то, что мы показываем с нашего компьютера. Если нам нужно видеоролик показать, мы можем сделать это несколькими разными способами. То есть если наш видеоролик находится в интернете. Во-первых, мы можем открыть его... Сейчас выключу. Мы можем открыть его в окне и включить захват окна или захват экрана. У меня сейчас не видеоролик, но у меня сейчас вот открыта доска меру. Я могу здесь переключаться на какие-то отдельные вкладки. И, пожалуйста, у меня все не показано. Я могу включить браузер. И в качестве источника на захват окна выбрать именно браузер. То есть я могу сразу переключить на нужное окно. Это первый вариант. Самый очевидный. Вы сами показаны. Второй вариант. Это если мы включаем в OBS Studio сразу режим браузера. Вот так, через кнопку «плюс». Выбираем сразу браузер. Указываем адрес сайта, где информация расположена. И тогда, прямо во время презентации любимого эфира, мы можем этим браузером управлять. То есть он выглядит внешне как просто вставленная картинка. Но вот здесь вот в свойствах появляется кнопка взаимодействия. У вас включается отдельное окно, и здесь можно по ссылкам сайта переходить. И, как видите, это все сразу отображается. Если вы включаете, переключаете здесь сайт с YouTube и запускаете видео, он точно так же и будет отображаться. Только помните, что при вот таком взаимодействии у вас нет кнопок назад, вы его в браузере движетесь только вперед и, если так же гнуть и назад, вам нужно, ну, если у самого браузера есть кнопки, которые позволяют в какое-то определенное место сайта вернуться. И вот таким образом вы можете показывать. То есть вам даже нет необходимости переключаться на браузер и управлять, и вы все можете делать, естественно, из окна OBS Studio. Так, окно программы, например, браузера, получается, тоже нельзя показывать, раз PowerPoint не работает. Нет, PowerPoint можно совершенно спокойно включить в режиме показа окна. И именно внутрь самого OBS Studio загрузить PowerPoint, загрузить PDF, загрузить какие-то файлы нельзя. Но вполне можно, вот я сейчас включаю на компьютере PowerPoint и включаю режим захвата окна и в качестве источника вот выбираю PowerPoint. Пожалуйста, если я PowerPoint сейчас включу режим просмотра и буду пролистывать слайды, у меня все будет отображаться прекрасно. Разница в том, что вам для того, чтобы управлять показом презентации, вам будет нужно переходить в PowerPoint в предпринимательную OBS Studio. А если вы подгрузите презентацию как одного картинка, вам не нужно будет никуда переходить, вы все сможете управлять из режима одного окна. То есть, с моей точки зрения, это кажется несколько удобным. Я люблю путаться в браузерах, настройках, предпочитаю, чтобы все выводить на программу. Так, давайте проверим, что я вам показала, а что я вам еще не показала из источников. Брозер мы посмотрели, аудио посмотрели. Раздел с захватом игры – это захват полноэкранного приложения. Когда включается какая-то игра на компьютерной, идет полный экран и все ресурсы видны на нее, это режим как раз для стригеров. Дальше захват окна и захват экрана – это понятно. Будет писаться отдельное окно или вся область. Изображение – это подгрузка какой-то картинки. И, как я уже говорила, если вы картинку добавляете, то прямо во время показа вы можете ее по экрану перемещать. Это будет смотреться, как вот такая примитивная анимация. Дальше. Источник медиа я тоже показала, слайдшоу показала. А вот теперь посмотрите, какая интересная строчка. Она гласит сцена. Это значит, что мы можем уже настроенную сцену встроить внутрь другой, сделать такую своеобразную матрешку. Ну, например, я сейчас в первом примере, а я включу вам второй пример. И вот у меня второй пример внутри первого. И теперь, когда я запускаю видео, я могу сделать красивый переход в стиле прелизи. То есть, так, сейчас я включу, мне нравится, решается больше. Я что-то показала и переключилась на другую сцену. Переключение между сценами происходит через определенный эффект, как раз описанный вот в этой вкладке перехода между сценами. Сейчас у меня стоит перемещение. По умолчанию есть всегда режим затухания. То есть переход будет вот таким вот плавным. И его плавность вы можете настроить, выставив вот здесь вот значение побольше. То есть будет медленнее такой переход. И еще несколько простых настроек. Помимо затухания, еще несколько способов переключить ваш экран. Вы добавляете здесь вот какой-то определенный эффект. Теперь у вас будут меняться сцены вот таким вот образом. Опять же, никаких технотажных программ. ОБС-студия делает это все сама. И если для вас важно ввести именно стримб и ввести именно прямую трансляцию и полностью ее режиссировать, то удобно переключать ОБС-студию в режим студии. Вот здесь вот в правом нижнем углу настройках кнопка режима студии. Посмотрите. Продолжение окно отображает то, что видят зрители. Левое окно отображает то, что вы готовите к показу. Например, сейчас идет какой-то вот видеоролик, да, или какой-то рассказ. А в соседнем окне вы по-быстрому настраиваете, что вам нужно. Так, я включу вот здесь вот изображение. Выключу вот это. Вот вы настроили, расположили так, как вам нужно. Приедет, показ идет. Вот, например, вы включили видеоролик ОБС-студия сам по себе. И в нужный момент вы нажимаете кнопку «Переход» и окна меняются местами. Теперь то, что было слева, видят зрители, а то, что сейчас расположено слева, у вас, у ваших рук. Вы его готовите для показа. По-моему, это просто отлично. Вы нажимаете на кнопку и возвращаетесь в предыдущий интерфейс. Так. Так. Это я показала сцену, как можно ставить одну в другую и переходить между ними. Также есть возможность включить формовый цвет. Если нужны логотипы, если нужны какие-то заставки, их лучше загружать только изображение, если нужен обычный цвет, его можно сделать сразу в программе и нарисовать отдельным файлом. И, наконец, последнее, что можно добавить, это можно добавить группу. Вы создаете группировку, вот такую группировку объектов, и внутри этой группы вы перемещаете какие-то отдельные слои. Вот, например, вот эти слои у вас всегда включены, а вот эти вы... Ага, я сейчас перемещу. Еще ниже. Вот, в том, что в группе всегда включено, все остальные вы включаете и выключаете по очереди. Вот для этого нужна группа для того, чтобы видеть, где какие объекты. Вот, можно сразу заблокировать замочкой, и тогда она не будет изменяться при участке, все остальные элементы будут, а сама группа всегда будет оставаться бездельной, и вы ее случайно изменить не сможете. Так. Сообщите, пожалуйста, характеристикой вашего компа, которая сейчас демонстрируется работа OPS Studio. Сейчас у меня на i5 ноутбук, со встроенной дискретной видеокартой XE, оперативная память, если не ошибаюсь, 8 гигабайт. Я запускала и работала с ним без всяких проблем и без всяких вот таких вот косяков. По-моему, начиная с i3, я точно с ним работала, но оперативка всегда была не меньше 8. Вы можете перейти на сайт OPS Studio и посмотреть, какие они рекомендуют настройки. Но, как я говорила, здесь очень много параметров, которые вы можете настроить. То есть у меня поумолчали те настройки, которые предложила OPS Studio. Вот если вы зайдете в разделы «Посмотрите», у меня для трансляции, у меня для вывода стоит вот 390. При необходимости можно как раз за счет размера, за счет понижения рейта, за счет этого на поле слабых оборотов без проблем вырастить тоже трансляцию. Так, на сайте есть тоже требования. Сейчас я с ним не ошибаюсь. Так. Да, надо смотреть на сайте, потому что главная страница у них есть. Нужно переходить в их викики и там смотреть и читать, какие именно они параметры рекомендуют. Вопрос сначала. То есть все сцены и источники готовятся заранее. Да, оптимальный вариант – это все сразу заранее аккуратно настроено. То есть вот сейчас я готовилась к вебинару, и перед тем, как попросить, увидели, что я делаю вживую, в режиме трансляции, я все вот эти вот сцены-источники, я их все приготовила заранее, сделала какие-то настройки, изменила, тестировала, что все работает, и потом уже только подключала их, и меняла местами, меняла какие-то режимы показа. Так все источники я приготовила заранее. И вот я, если я первым читаю, что у меня, сожжу, у меня просто собьюсь настройки сцены, потому что у меня сейчас подключены камеры, в коллекции сцен у меня точно так же заранее есть настройка на губинар, заранее настройка на записи экрана. Я им преподаваю, что я записываю экран браузера и экрана, чтобы у меня вот мое видео было круглым, и где вам нижний вид. Так у меня заранее на своем. Все то, что вы можете делать в режиме прямого эфира, это включать режим студии и вот здесь что-то сразу изменять и настраивать. Но с непривычки, с непониманием того, как это все подключается и работать, сделать это очень и очень сложно. То есть даже сейчас, подключаясь к губинару, мне пришлось раза три поменять конфигурацию для того, чтобы распределить сигналы, для того, чтобы вы видели и слышали через губинарную комнату, а все остальные камеры будут включены через ОБС-студию. То есть ОБС вообще требует очень тщательно, скрупулезно подготовки, чтобы вы понимали, где у вас что лежит и как оно настроено. Вот вы настроили таким образом текст, вам кажется, что все окей, но вы забыли, что у вас именно этот же текст используется в другой сцене, где-то в другом месте. В одном месте его изменили, а он ведь сразу изменился и во всех остальных местах. И вы начинаете вебинар, а у вас оказывается на экране неправильный текст. Я пару раз так уже обжигалась. Так, что ж, то, что я хотела вам рассказать и показать про ОБС-студию, я показала и проговорила. Давайте я вам узнаю первую красивую картинку, а то у меня тут уже уныролаж, где что находится. Показала и рассказала. Если у вас есть еще какие-то вопросы, если есть какие-то идеи, я с удовольствием могу показать, как что-то в этой программе делать, перенастраивать. И очень рекомендую поставить ее и попробовать. Первые несколько сцен, первые несколько записей видеоролика, я уверена, что вы полюбите ее так же горячо, как в ОБС-студию, люблю я. Благодарю. Я отключаю сейчас свои трансляции, если не возникнет каких-то таких важных и интересных вопросов. После работы видео сохраняется в папке. Вот здесь вот в настройках, как я показывала, вы выбираете в разделе «Вывод», вы выбираете папку, где будет лежать видео, и автоматом видеоролик идет туда, просто из папки вы потом его смотрите. То есть тут уже никаких сложностей, никаких дополнительных окошек и подтверждений нет. А я отключаюсь и передаю слово Татьяне Викторовне, чтобы он рассказал, как вы сможете забрать свои сертификаты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!